Самолётик пролетел, парашютисты падает. Классно смотрится. Оно мне всегда нравилось. Такое живописное, такое фантастичное. А те, которые ещё везде... Вот, которые там, на фоне? Да, ну, подальше. Ну, это как бы, да. Ну, вот это оно одно такое. Единственное. Ну, ещё плюс, знаешь, бонус маленький. Я когда вижу его, то понимаю, что да, правильно приехала. На правильном пути. Не ошиблась. Вот. А вот там вот был мох. Тоже плеурозин. Я его собрала. Буду сажать в свои... Знаете, куда я сажаю в свои мхи? Во всякие стеклянные лоханочки. Но там немножко осталось. То есть он растёт и на коре, на древесине, и на камушках. Он может расти и на песке, на земле тоже. Вот здесь тоже какой-то камень. Ну, по-моему, даже это не камень, а кусок какого-то асфальта, что ли. Какая-то жуткая жуть. И на ней он прекрасно пристроился. Есть там кто-нибудь? Вроде никого нет. Мы всё равно вернём обратно. Вот. Вот так. А там что? Какое? О! А вот это, между прочим, не кукушкин лён. Давайте посмотрим. Это мы только... Ну, я не хочу туда идти, потому что здесь мучнистая роса на деревьях. Я не хочу её на одежду цеплять, чтобы домой потом не притащить. Не пойдём. Сейчас найдём ещё и льна, и всего. А вот это... Сейчас скажу вам. Так, здесь какой-то паучёныш бегает хороший, полезный. А это янтарка. Ну, вот ещё нелогичная история. Тоже... Это возле берёзки. Вот. Видите? Ну, вот оно. Так, а вот это... А это плаун. И улитки его проигнорируют. Я не буду брать. Лучше побольше мха наберу. Вот это совершенно другой мох. Не плеурозим. Вот я его уже оторвала. Отрывала. И только потом увидела, что это такое. Ой, кто нас собирается укусить? Видите? На нас покушаются. Вот кто паразиты. Они те... Клещики. Вот он даже в фокус не берётся. Видите? Сразу понятно, что паразит. Ну, не клещики почвенные. А то их очень любят паразитами назвать. Короче говоря, я сделаю отдельно ещё что-нибудь, статью или видео. Паразиты и ципрофаги. Короче, вот это мох. Я не помню, как он называется. Может, подпишу, если умудрюсь. Но он ближе к кукушкинам льну. Вот из таких вот листостебельных. Вот. И он-то плохо приживается в улетятнике. Если у вас приживается и растёт, зеленеет, то напишите, пожалуйста. У меня он высыхает. И уже вот как бы в умершем виде он используется мною как субстрат. Такой вот. А вот. Вот сфагнум. Это молодой. Он ещё совсем коротенький. Такой вот. Так. Более-менее аккуратно просит. Не знаю. Найдём мы сфагнум. Что-то набрали, но хочется запастись всё-таки на целый год. Чтобы и улиткам, и растениям... Они же подъедают сфагнум. Если мало. Вот он. Отдельно могу показать. Вот его, как они называются? Резодия. Резодия? Нет? Не помнишь? Ну, в общем, у него нет корней. Он вот весь вот он туда вниз уходит, там отгнивает, а вверх растёт и растёт. Вот из отгнившего получается торф. А это всё вот с хлорофилом, с таким, со всеми делами растёт. Это сфагнум. Всё. Больше не спрашивайте, пожалуйста, меня, как он выглядит. Окей? Меня вот эта береза очень заинтересовала. Всё, кто влитки любит. Я, конечно, не хочу отдирать. Ну, ладно, не буду, пожалуй. Пощадим растения, дерево. Дерево растения, берёзовое. Ветка хорошая, берёзовая. Вот эти тоже. пригодились бы. Хорошо. Вот. Ребятки, с вами прощаюсь. Михея вам показал. Спасибо, что со мной гуляли. Было клёво. Пока. Не знаю, Фокси, не Фокси. Ну, жучок, по крайней мере. Такой усач. Да, усач. Смирно. Ужач. Продолжение следует...